Из дома кино выселили фильмы. Скандал в союзе кинематографистов не утихает. Новые члены правления требуют от непонятно то ли бывшего, то ли все еще действующего главы союза Игоря Вовнянко передать дела по-хорошему, по закону. На 13-м съезде во время выборов нового руководства организация раскололась надвое. Прежний председатель Игорь Вовнянко не набрал необходимых двух-третьих голосов и покидать пост не торопится. Недавно в газетах объявил нас деструктивными элементами кинематографического круга, которые хотят растащить дом кино. Так каким образом? Кто дал ему право, нас еще не вовлеченных, не сделавших ни одного рощерка пера на этом чистом листе, обвинять нас деструктивными элементами? Ситуация пикантная. Не один десяток лет двоих недругов объединяла крепкая дружба и общее дело. Сламбек Тауикел и сейчас говорит, в споре нет ничего личного. Игорь Вовнянко руководил союзом кинематографистов два срока. Теперь же видные, узнаваемые члены творческой организации заявляют, за восемь лет Игорь Вовнянко не сделал ничего для киноиндустрии. Я не чувствую себя членом. Я не чувствую, что в союзе кинематографистов, не то что работа, давайте называть все своими именами, нет жизни, это мертвая организация, это аппендикс, это атовизм на кинематографическом теле. Мало того, я будучи директором, руководителем кинофестиваля международного, который уже 11 лет проводит работу, ну я думаю, что вы как журналисты знаете, я не имею возможности показать фильмы молодых казахстанских кинематографистов и профессионалов в Доме кино. Первый вопрос, который мне задало руководство союза кинематографистов за это время было, а сколько вы заплатите за то, чтобы провести здесь кинофестиваль? С Домом кино отдельная трагикомедия. Часть здания давно сдается в аренду. Актеры и режиссеры были просто шокированы, узнав, что в кинохраме по ночам работает гей-клуб. Он нас вводил, что называется, за нос. На самом деле мы удивлялись, что за эти цепи висят с потолка, свисают на сцене. Это что, декорации к спектаклю Кузго Пешбаянсу, что ли? Мы спрашиваем, что это за лежаки вот эти, палати с подушками? Это что? Это нормальный кинозал, должно быть кресло, а не вот эти лежачие палати. Я смотрю, какие-то написи в дверях, тайная комната. Мы это все сняли, мы вам можем показать. Свою точку зрения на всю эту неприглядную историю неоднократно высказывал Игорь Вовнянко. Сегодня получить его свежий комментарий к новой серии информационных войн не удалось. Номер отключен, но кино продолжается. Евгения Сазонова, Александр Платонов, Алматы, Казахстан. Желаю ему здоровья. Спасибо.